Саша, ты знаешь, а я вот в инстаграме, кстати, уже всем все рассказал. Проболтался все-таки. Да, не стерпел. Не спеши это говорить здесь, мы оставим это на самый финал нашей беседы. Поэтому, кто досмотрит, будет приятно удивлен. А мы начинаем. Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург» в нашей и вашей любимой студии, мой замечательный друг и соведущий Иван Червинский. И великолепный Александр Карельский, собственной персоной, сегодня в Санкт-Петербурге, в самой лучшей студии. Ола, амиго, салем, салем, май френд. Вот, наконец-то, Ваня, за два года мы наконец-то по правилам поприветствовали друг друга на нашем YouTube-канале. Ну что же, переходим к важным новостям этой недели. Я хочу всех Dears, всю семью Dears поздравить с большой и великой победой во время пятничного голосования на канале MTV. Всеми силами нам удалось добраться до второго места. Это почетное серебро. И я думаю, что на этой неделе, сплотившись, у нас есть все шансы забрать и первое место. Тем более, если ты слышал, что в Твиттере Кеван Кенни порадовал всех о том, что долгожданное интервью с Димашем состоится. Когда? Традиционный ответ Сун. Неизвестно, да? Ну, я видел несколько комментариев под его постом. И там был такой, что уважаемый Кеван, а ваш Сун, он как у Димаша, потому что у Димаша Сун иногда бывает довольно продолжительным. А, Вань, я думаю, ты знаешь, что может быть, что Димаш все-таки ждет, когда нам удастся занять первое место, и он как триумфально выступит на MTV, как человек-победитель. Поэтому, друзья, давайте напряжем все свои силы, все свои возможности, подключим все технические гаджеты, которые возможны, и эту ночь с пятницы на субботу вновь проведем на канале MTV. И будем оставлять запросы реквест Димаш. Да, тем более, что второе место, оно как бы так мотивирует, что вот второе, но уже и вроде на интервью, кажется, есть заявка. Так что я думаю, что теперь только вперед, только первое. Да, у нас есть все возможности, чтобы оказаться на вершине. Кстати, по поводу интервью, я знаю, что на этой неделе будет другая группа. Вот, соответственно, на этой неделе интервью, наверное, не будет, но я зря сказал, да, сейчас я просто половину зрителей от пятничного эфира «Отек». Друзья, все равно не забывайте, что у нас там есть важная задача. Также хочу поделиться, Ваня, с тобой новостью. С нами вышла на связь Светлана, девер Светлана, которая едет на «Песню года». Во время нашего пятничного онлайн-стрима я задал вопрос, кто из наших друзей поедет. И вот Светлана откликнулась, и что самое приятное, согласилась с нами побеседовать. Часть этой беседы уже находится на канале «Алга Петербург». Кто не видел, обязательно посмотрите. Невероятно светлый, позитивный, душевный человек, с которым очень было приятно провести. Вот сколько мы час болтали и не заметили. Светлана, кстати, учитель робототехники, дает послушать музыку Димаша своим ученикам. И, кстати, она живет в семье Дирс, потому что у нее дочка, которой 28 лет, она Дирс. И папа ее тоже, да? Которому 90 лет уже. И мама, и муж, и вся замечательная семья слушают песни Димаша. И часть семьи поедет на песню «Года». Куда, кстати, поедем, и мы тоже, да? Ура! Ты сказал это прям. Было тяжело действительно удержаться о том, что, друзья, действительно, вы написали нам в комментариях о том, что, а что это вы сами не съездите на песню «Года», вам тут близко. Вот, Ваня немножко пожаловался о том, что нет спонсора, и спонсор тут же, в мгновение ока, нашелся. И спасибо добрым людям, которые подарили нам такой замечательный подарок перед Новым годом. Мы счастливы. Да, может быть, нам действительно, вот, нам спонсор, наверное, не нужен, потому что у нас столько много друзей, и благодаря им, соответственно, появляются передачи на наших каналах «Алка Петербург», на канале «Эхо Питера». Поэтому большая благодарность тем, кто нас поддерживает. Так что 5 декабря мы едем в Москву на песню «Года». Ждите полноценный выпуск об этой поездке. Будет много фильмов, будут стримы. Будем прямой эфир, да, вести? Будем вести прямой эфир, друзья! Все самое интересное на канале «Алга Петербург». Подписывайтесь, кто еще сомневается. Ну и давай тогда уж поговорим про новую песню. Да, про новую песню «Года», и там вроде как какой-то сюрприз обещали, а Игорь Яковлевич, он еще и спел, да, этот сюрприз? Да, Игорь Яковлевич спел. Игорь Николаев написал словак этой композиции. И ты знаешь, в комментариях разразился нешуточный диалог. Одни очень сильно переживают за новую песню, не услышав ее полностью. Другие уже полностью раскритиковали творение, которое очень сложно судить по одной строчке. По тому, как исполняет данный фрагмент Игорь Яковлевич Крутой. Потому что мы знаем, что все-таки вокальные данные у Димаша и у Игоря Яковлевича Крутого разные. А знаешь, что я хочу сказать? Там уже примерно тысяча комментариев собралось, вот твоя передача. Очень интересная передача с большим удовольствием, вот я лично посмотрел. Я могу сказать, что вот Игорь Николаев, вот он крутой. И Игорь Крутой, он тоже крутой. И хочется, чтобы все, кто отметились в комментариях, чтобы они все-таки дождались, когда уже Димаш прикоснется к песне. И послушали, что же в итоге получится. Потому что мы знаем, что Димаш из любой песни делает шедевр, сто процентов. И вот я даже хочу подобрать цитату месяца, Ваня. У нас будет теперь новая рубрика «Цитата месяца». Вот тот фрагмент комментария, который нам очень сильно понравится. На злоба дня. Да. Да, в комментарии. Итак, Найля Эс. «Димаш может спеть алфавит, да так, что мурашки у всех появятся». Как вам такая цитата месяца? По-моему, прекрасно. Да. Это типа музыкальный алфавит «До рэ ми», «Фасар ля си», «До» и все. Да, и все. И бинго. Кстати, вот хочу еще сказать про песню крутого. Вот. И вспомнить еще раз песню «Знай», что когда вот она только появилась, никто же ее не оценивал как шедевр. А вот недавно у нас, например, на «Эхо Питера» вышла передача про джазового музыканта, про пианиста, про Мишу Пятигорского. Невероятно талантливый музыкант. И он исполнил джазовый кавер импровизационный. В общем, на песню «Знай». И мне кажется, что это говорит о том, что если в таком уровне музыканты тоже воспринимают песни Игоря Крутого как что-то, что может их вдохновить на что-то, то это очень круто же. А есть еще один очень хороший пример, раз уж ты затронул песню «Знай». Ты же знаешь, что первоначальная версия этой песни со словами. Димаш потом в какой-то момент убрал слова, оставил мелодию, и песня зашла еще выше. Да, вышла на новый уровень. Так что... Может быть, новая песня, она выйдет без слов. Поэтому все возможно, друзья. Давайте будем следить за официальным развитием событий. Да. Я вот сказал про то, что с нами связалась Светлана. А я хочу тоже напомнить тебе, что вот недавно нам порекомендовали очень хорошие фильмы. Друзья, с нами связалась Дана Нуржигит, с которой мы делали великолепное интервью на канале «Эхо Петербурга». Это, кстати, мой любимый канал «Эхо Петербурга». Вот. Жалко, что вот еще в архив я иногда, когда могу заглянуть, то там не все нахожу, что хотелось бы. Ну, в общем, и Дана, наша старшая сестра, вот, наверное, можно так назвать, она порекомендовала уникальные фильмы нам про Казахстан. Действительно очень глубокие, серьезные работы. Я вообще очень люблю серию фильмов, Вань, телеканала «Хабар». Эта серия фильмов называется «Тайны, судьбы, имена». И вот это цикл вообще фильмов. Я видел и про Алию Молдогулову, и многие другие хорошие фильмы. И вот из этого же цикла два фильма прислала нам Дана Нуржигит. Фильмы называются один фильм про Ахмета Жубанова, и второй про девушку Султана. Девушку зовут Аразия Султана, который правил в Индии в определенный исторический период того времени. И мы посмотрели эти фильмы с большим интересом, и сейчас я буду даже готовить, скажем так, небольшую рецензию, чтобы вот вовлечь всех вас в эти интересные работы, потому что действительно там есть на что обратить внимание. Поэтому, пользуясь случаем, мы, как всегда, благодарим нашего старшего товарища Дану Нуржигит за просто отличные фильмы. А ты знаешь, Ваня, я все думал, а кто же эта красивая девушка, которая ведет эти передачи, которая так много знает, так много интересно рассказывает. Оказывается, Ваня, ее зовут Майя Бейкбаева, и она очень профессиональный журналист. И я думаю, что о ней мы тоже обязательно сделаем небольшую передачу, так как я считаю, что таких героев вы должны, друзья, знать в лицо. А я тебе скажу, что раньше мы Майя Бейкбаева просто были подписаны в Инстаграм, следили за обновлениями. Там я всегда смотрел, что постоянно что-то интересное. Оказывается, что ты говоришь, что она журналист, она не только журналист, она продюсер, и она даже директор канала «Казах ТВ». Ой, а мы знаем такой канал, мы там смотрели передачи о Димаше. Так что вот такая вот есть тоже очень талантливая журналистка, и продюсер, и еще и директор, а еще и красавица. Круг наших знакомств растет с каждым днем, это здорово. Ну и давай мы обещали раскрыть главную тайну этого месяца, а именно долгожданный онлайн, второй онлайн концерт на канале «Алга Петербург». И он, Вань, насколько я понял, приурочен к… Он юбилейный, да. Несмотря на то, что он второй, но он юбилейный, посвящен годовщине, первой годовщине нашей встречи с друзьями канала «Эхо Петербурга», и первой годовщине концерта Димаша в Санкт-Петербурге, который состоялся 29 ноября 2019 года. Ты знаешь, какое еще может быть очень интересное совпадение? Что на тот момент у Димаша на официальном YouTube-канале будет уже 1 миллион подписчиков. А, было 500 тысяч, да? Да. Поэтому вот видите, как много приятных и интересных совпадений. Так что, друзья, 29 ноября в 18.00 по московскому времени на канале «Алга Петербург» пройдет второй онлайн концерт «Алга Димаш», на котором будут великолепные вокалисты со всего мира. У Димаша есть невероятные исполнители. Я вот сейчас со всеми веду переговоры. И это будет очень круто. А еще, Ваня, я купил новую бабочку для такого торжественного случая. А, самое важное, друзья, вход свободный, бесплатный. Приходите. Приходите, да. На прошлом онлайн концерте нас было 2200 человек, максимальное количество. И мы надеемся, что в этот раз нас соберется еще больше. А это значит, что атмосфера и энергетика будут прям вообще зашкаливать. Да, 2000 человек это тоже очень много. Поэтому рассказывайте своим друзьям и приходите к нам на онлайн концерт. Если так получится, то мы даже там 10 человек сможем порадовать. Я думаю, что это будет очень хорошо. Ваня, а всех интересуют артисты-то те же, что соберутся, что ли? В этот раз, я думаю, что мы сможем удивить зрителей. Поэтому, друзья, 29 ноября, не забывайте, бесплатный вход. В общем, будет круто. А, кстати, на прошлом концерте у нас выступал американец Джей Кей с песней Over Here. И у нас было с ним, если помнишь, интервью, которое посмотрели больше 60000 человек. Больше 60000 просмотров. И, друзья, мы обратили внимание в комментариях, что вы хотите вторую часть. И мы решили записать вторую часть. Поэтому ждите ее, скорее всего, на этой, а может быть, на следующей неделе уже появится в нашем эфире. Поэтому не забудьте проверить вашу подписку и что у вас включены уведомления, чтобы не пропустить эту и даже другие. Есть интересные передачи, которые появятся. Саша Карельский, великолепный специалист по хорошим фильмам. Так что, друзья, проверяйте, что включены у вас уведомления или нет. Спасибо вам за эту беседу. Как всегда, было приятно провести пятницу вместе с вами. И до скорых встреч. Пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok